Польза алоэ – столетника. Алоэ – это любимый многими комнатный цветок. В домашних условиях чаще всего выращивают два вида растения, обладающих наиболее выраженными лечебными и декоративными свойствами. Алоэ – древовидное алоарборосенс, его еще называют столетником. Его уникальные свойства использовали еще врачеватели Древнего Египта и Древнего Рима. Столетником было особенно популярно лечить орви у детей в советские времена. Алоэ вера – ало вера. В качестве комнатного цветка и лекарственного сырья в странах Восточной Европы используется относительно недавно. Чаще применяется в дерматологии и косметологии. Сок алоэ древовидного имеет уникальный, богатый биологически активными компонентами состав. Он содержит минеральные вещества, йод, железо, калий, кремний, марганец, медь, фтор, цинк, другие, витамины, А, С, Е, практически. Всю группу – аминокислоты, ферменты, фитонциды, смолы, некоторое количество эфирных масел, прочие. Сок растения используют для нормализации обмена веществ, лечения болезней органов пищеварения и мочеполовой системы, заживления ран и ожогов, детоксикации организма. Листы столетинка разрезают и прикладывают к местам на коже, пораженным экземой, псориазом, герпесом или сибореей. Его мякоти сок употребляют внутрь при гастрите и язвенной болезни, заболеваниях печени и желчного пузыря. Отвары с соком столетника в составе пьют в качестве успокоительного при нервных расстройствах. Фармакологические свойства растения доказаны наукой. Экстракт алоэ входит в состав различных медикаментозных препаратов для внешнего перорального и инъекционного применения. Алоэ как средство от насморка и кашля у детей. В силу возрастных анатомических особенностей органов дыхания и не до конца сформировавшегося иммунитета, дети очень часто хватают. Орвии не всегда легко их переносят. Три из четырех пациентов детской поликлиники обращаются туда с симптомами заболевания лороорганов, бронхов и легких. Помимо назначенных педиатром фармакологических препаратов им можно давать сок алоэ, чтобы вылечить насморк или кашель, которые сопровождают инит, синусит, фронтит, гайморит, ангину, фарингит, танзелит, ларингит, трохеит, бронхит, пневмонию. В противном случае могут наступить нежелательные последствия в виде усугубления заболевания, его хронизации или развития разного рода осложнений. Алоэ можно использовать исключительно, как вспомогательное средство, облегчающее симптомы простуды у ребенка и способствующие его скорейшему выздоровлению. Как получить сок алоэ, столетника? Готовый препарат можно купить в аптеке. Если же дома растет абсолютно неприхотливый цветок алоэ, гель из него можно получить самостоятельно, отрезают нижние листья с длиной более 15 сантиметров, на листьях сразу появляется гель, его необходимо выдавить, гель с помощью блендера смешивают с холодной кипяченой водой в равных пропорциях, получившийся сок хранят не более 4 дней. Как приготовить лекарства из алоэ для детей? Рецепты народной медицины. Детям имеет смысл применять народные средства для закапывания носа, в состав которых входит сок алоэ, так как, они действительно эффективно снимают отечность слизистой полости носа, убивают размножившуюся там патогенную микрофлору, способствуют разжижению и выведению слизи. В силу возраста или состояния здоровья им подходят не все оптичные капли и спреи. В состав алоэ, чтобы капать ребенку в нос. От насморка сок алоэ закапывают ребенку в чистом виде либо в составе многокомпонентных капель. Рецепт номер один. Для лечения насморка у детей сок алоэ разводят с комнатной температурой кипяченой водой, одна часть сока и три части воды. Трижды в день нос малыша промывают солевым раствором, после чего закапывают по один-два капли растительного препарата в каждую ноздрю. Курс лечения составляет 5-7 дней. Рецепт номер два. Можно приготовить сложные капли со столетником, медом и отваром чистотела. Внимание! У ребенка не должно быть аллергии на продукты пчеловодства. В эмалированной посуде кипятят 500 мл воды, добавляют в нее 2 столовые ложки аптечного чистотела, продолжают кипятить на минимальном огне. Оставляют на полчаса остыть и настояться. В стеклянной посуде разводят по 2 столовые ложки процеженного отвара чистотела, свежего жидкого меда и сока алоэ. Закапывание в нос ребенку проводят трижды в день по 2 капли в каждую ноздрю. Рецепт номер три. Если ребенку исполнилось 12 лет, у него обнаружили гайморит, можно попробовать сделать компресс с соком столетника, колонхоэ и лука, медом, жирным молоком, натертым на терке и растопленным на водяной бане хозяйственным мылом. В течение 5 дней проводят такую процедуру, в смеси пропитывают ватные турунды, нос ребенка тщательно промывают, в каждой носовой ход вводят по ватной турунде. Через 10 минут их вынимают. Скопившиеся в гайморовых синусах слизи или гноя должны разжижиться и выйти. Иногда благодаря таким процедурам ребенку удается избежать прокола. Рецепты сока алоэ с медом при кашле у детей. Применяемый внутрь при простуде, сок алоэ действует сразу в нескольких направлениях, повышает сопротивляемость детского организма. Помогает ему бороться с вирусной или бактериальной инфекцией, успокаивает слизистую, оказывает противомикробную и противовирусную. Местное воздействие способствует разжижению и отхождению мокроты. Сок растения внутрь детям дают в таком виде рецепт номер один, в равных количествах смешивают сок алоэ и мед, в течение 12 часов настаивают. Смеси дают ее ребенку трижды в день по одной чайной ложке. Рецепт номер два, если у ребенка бронхит, ему готовят отхаркивающие средства с маслом, медом и соком столетника. На две столовые ложки алоэ берут по 100 граммам свежего сливочного масла и меда, который не успел засахариться. Масло топят на водяной бане и смешивают с медом, после добавляют столетник. Ребенок должен пить средства дважды в день за час дали за час после еды, запивая его теплой водой или молоком. Если малышу такое лекарство не нравится на вкус, можно добавить в него чайную ложку порошка какао. Рецепт номер три, при остром бронхите или пневмонии ребенку может помочь средство с соком черной редьки, столетника, моркови и капусты. Редьку, морковь и капусту трут на терку. Отжатую через марлю жидкость смешивают с соком алоэ, все компоненты берут в равных количествах. Ребенок принимает средства трижды в день через полчаса после еды. Можно ли ребенку алоэ? Противопоказания. Хотя столетник и считается гипоаллергенным растением, у некоторых детей к нему бывает индивидуальная непереносимость. Лечение растительным препаратом им противопоказано. Алоэ детям – советы и отзывы. В отзывах мамы говорят о том, что препараты с алоэ для детей очень эффективны, капли в нос устраняют заложенность, средства от кашля. Уменьшают проявление этого симптома. Простудные заболевания, сопровождающиеся насморком и кашлям, буквально преследуют детей дошкольного и школьного возраста. С помощью капель в нос и употребляемых внутрь средств с соком алоэ можно помочь ребенку быстрее справиться с недугом. Продолжение следует...